Добрый вечер! Вы смотрите телеканал Ветта. Это Вечерний Вестник. О главных событиях дня расскажу я, Максим Суханов, и наши корреспонденты. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Пермском театре оперы и балета готовят заключительную премьеру этого сезона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Перме из-за ремонта на полтора месяца ограничат движение транспорта на средней дамбе. Как сообщили в МКУ Пермь благоустройство, на время работ движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Ремонт стартует уже завтра, 9 июля, и продлится до 20 августа. Уточняется, что с завтрашнего дня и по 10 августа движение будет ограничено по двум полосам четной стороны улицы Революции, то есть от центра города в сторону улицы Макаренко. Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. После чего с 11 по 20 августа перекроют другую часть в направлении от улицы Макаренко в сторону улицы Революции. Более подробно поговорим об этом сегодня в программе «Эх, дороги» сразу после вечернего выпуска. В Перме почти полностью отремонтировали бульвар Советской Армии на улице Сибирская. На территории отремонтирована ограждающая конструкция, расположенная по периметру сквера. Высажено более 200 деревьев и 700 кустарников. Полностью переустроено наружное освещение с применением современных материалов и технологий. Тему продолжит Валерия Ермакова. Антонина уже много лет живет рядом с бульваром имени Советской Армии. Гуляет каждый день и не по разу. Теперь здесь хочется проводить еще больше времени, рассказывает жительница Перми. Раньше, конечно, плитка была не очень. Сейчас прям вот, вы знаете, вот как-то вот такое ощущение, что шире стало. Хорошо. И светло. Вот прям широко светло, так хорошо. Лавочек много, это очень замечательно. Потому что вечером, мы вчера гуляли, прям вот все лавочки заняты. А раньше идешь и ждешь, господи, кто бы уступил место. Хорошо, очень все нравится. Спортивная зона, конечно, очень хорошо для детишечек, да. Очень много детей вечером гуляет. И безопасные вот эти покрытия мягкие. Полностью отремонтированное ограждение, новое освещение, плитка из натурального камня, лавочки и два фонтана. Также на бульваре высажено более 200 деревьев и 700 кустарников. Ну, еще отдельно будет в данном сквере, это установка малокритерных форм. Это лавочки, скамеечки, это урны. Дальше это будет детская площадка и еще дополнительно будет зона игровых для детей и спортивная площадка. Благоустройство бульвара советской армии проходит в рамках подготовки Перми к 300-летию за счет краевого и муниципального бюджетов. Это один из ключевых объектов, который лично проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Есть небольшие недочеты, но они устраняются в рамках контрактных обязательств. В частности, по фонтанам было немножко неправильно выбрано техническое решение, но это все быстро меняется. И до августа, как обещает подрядчик, фонтаны должны заработать надлежащим образом. Кроме того, бульвар советской армии должен быть оборудован еще и туалетами, что должно добавить комфорт для времяпреповождения здесь. Кроме фонтана, в августе на территории бульвара появятся детские спортивные зоны. Полностью завершить капитальный ремонт подрядная организация должна до конца текущего года. Валерия Ермакова, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». В Перми сотрудники ГИБДД продолжают проводить проверки в отношении водителей электросамокатов. По данным ведомства, с начала летнего сезона уже были оштрафованы почти 200 водителей двухколесного транспорта. Какие права нужны на электросамокаты, почему в последнее время все говорят о них и что не так с этим средством передвижения, расскажет Егор Тверетинов. Анастасия сегодня выехала покататься на самокате вместе с братом. Ну а что, летним жарким днем прокатиться с ветерком – самое то. Редко вообще пользуюсь. Вот когда удается, у меня время есть, я обязательно вот брата решила взять впервые кататься вот со мной. Ну а что, удобно? Больше 20 километров в час. Маневренный, юркий. Из пункта А в пункт Б за пару минут можно доехать. Но про правила дорожного движения даже на этой вроде как безопасной технике забывать не надо. Да, самокаты мощностью до 250 ватт приравниваются практически к пешеходам. Права на них не надо. Но необходимо учитывать, что скорость они развивают серьезную. И наезд на пешехода даже на 20 километрах в час может обернуться трагедией. Совместно с городским ГИБДД мы сегодня провели с водителями самокатов разъяснительные беседы. На территории города Пириме есть такие ситуации, когда ребенок несовершеннолетний, управляя электросамокатом, наезжает на другого ребенка. Надо понимать, если там есть детки маленькие, то не стоит доверять ребенку, потому что он может не только себе, а другим деть. Я уже перехотела. А вот Михаилу электросамокат помогает зарабатывать. Трудится он в доставке еды и на таком транспорте получается выполнить в два раза больше заказов, чем пешком. Это если правила дорожного движения не нарушать. Но вот Михаил решил поспешить и с тротуара выехал на проезжую часть. Ну а как вы знаете, поспешишь и людей насмешишь, и время потеряешь, и штраф получишь. Ну, можешь сравнить там с количеством заказов? Какую сумму штрафа? Конечно, 500 рублей. 500 рублей? Ну вот сравните с количеством заказов, так порассуждаем давайте. Как показывает статистика, на территории города Пириме практически каждую неделю происходит дороже-транспортное происшествие с участием двухколесных транспортных средств. Если мы говорим про электросамокаты и именно маломощные, меньше 250 ватт, конечно, на них не нужно водительского удостоверения. Нужно обязательно соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности. Ни в коем случае не переезжать в проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, ну и также не перевозить пассажиров, тем более детей. С начала этого года к административной ответственности привлечены 199 водителей электросамокатов. Егор Тверетинов, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». Полиция задержала подозреваемых в хищении почти 13 миллионов рублей у семьи погибшего на Украине военнослужащего из Гремячинска. Задержание проходило в Казани. Сотрудники главного управления уголовного родоска МВД России совместно с представителями управления Пермского края Республики Татарстан задержали в столице Татарстана четверых местных жителей. В мае текущего года женщине позвонили неизвестные и представились работниками Банка России. Под предлогом того, что произошла утечка данных, они сообщили потерпевшей о необходимости застраховать ее счета. Введенное в заблуждение мать погибшего солдата несколько дней подряд снимала деньги и переводила их мошенникам. Всего злоумышленникам удалось заполучить 12 миллионов 700 тысяч рублей. В эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения женщины и деньги, взятые в кредит. Как оказалось, в Казани задержанные арендовали квартиру, в которой организовали так называемый штаб, откуда они координировали все операции. При обыске у подозреваемых сотрудники полиции нашли более 50 мобильников, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Всем задержанным от 20 до 22 лет. Время сплавов, походов и лесных прогулок. Что делать, если вы заблудились в тайге? Такое явление, со слов спасателей, не имеет сезонности. По статистике, мужчин теряется больше, чем женщин. Сегодня на эту тему говорили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. Подробности у Дениса Пальчикова. Утром не вышел из палатки. 11 июня на сплаве по Вишере пропал турист. Мужчина не вышел к завтраку и компания поняла, что его нет в лагере. В результате поисков силами МЧС, полиции и поисковых отрядов туриста нашли погибшим. По словам специалистов, люди теряются постоянно. У этого явления нет сезонности. По статистике, чаще пропадают мужчины. Самоуверенность в своих силах. Несмотря на то, что тропинка вот здесь идет, вот здесь я точно знаю, можно срезать, и там мы всех сейчас обгоним. Вот самоуверенность, она больше всего. Женщины более аккуратные, женщины более педантичные. Что касается методов и сил, применяемых в ходе поисковых операций, то и тут не все так просто. Например, искать ребенка намного сложнее, чем взрослого человека. Самое главное отличие в нестандартном мышлении. Даже старая избушка в лесу для взрослого человека – укрытие. А ребенок может испугаться, убежать и еще больше затруднить поиски. Два-три человека ежедневно поступают сообщения, что они где-то потерялись. И на каждый случай, любой там, понятно, что может быть кто-то пытается вложено об этом заявить. В любой случай проверяется. Эксперты утверждают, что зачастую причины, по которым пропадают туристы, одни и те же. Плохая подготовленность туристической группы или отдельно взятого путешественника, либо отсутствие регистрации в МЧС. Ведь даже если человек сошел с маршрута, то шансы выжить у подготовленного туриста намного выше. Я даже всем своим туристам говорю, ребятам, если вы потерялись, отстали. Это даже детям маленьким говорят. Если вы потерялись, сидите на одном месте и никуда не убегайте. Вас обязательно начнут искать. И искать начнут там, с того момента, где вас видели в последний раз. Как правило, это все происходит ближе к вечеру, уже на фоне усталости. И начинать готовиться какое-то укрытие себя искать, приготовить. Защититься себя в первую очередь от холода, от осадков атмосферных. Смартфон под рукой тоже увеличивает шанс на спасение. Во многих гаджетах есть функция геолокации, которая может помочь поисковым службам. Погодные условия тоже играют важное значение. Например, если в результате тумана вы сошли с маршрута, неважно, горная это местность или лесная, специалисты советуют в любом случае остаться на месте, иначе есть шанс заблудиться еще больше. Денис Пальчиков, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». В Пермском крае установилась жаркая погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в регионе воздух прогреется до плюс 31 градуса. Традиционно некоторые пермики спасаются от жары около водоемов. Несмотря на рабочий день, уже с утра можно было наблюдать отдыхающих на Камском пляже возле коммунального моста. Часто у меня не получается отдыхать. Ну, в выходные дни, когда я не работаю, приезжаю, отдыхаю. Здесь на пляже, да, городской пляж, как бы, доступ хороший. Доехать можно на транспорте. На Мотовилихинском пруду отдыхающих было еще больше. Стоит отметить, что, несмотря на жаркую погоду, купаться решаются далеко не все. На пруду мы не купаемся, приходим только отдыхать. Вода очень, мне кажется, грязная такая, холодная. Даже дети боятся зайти в воду. Ну, я не купаюсь. Так только пополоскиваю, чтобы не подгореть. Так-то водичка-то еще холодненькая. Безопасно. Самая лучшая вода у нас здесь. И чистая. Ну, не знаю. В прошлом году я здесь купалась, а потом дома душ принимала. Поэтому без всяких последствий обошлось. В Перми этим летом для отдыха у воды оборудовано 4 территории. У коммунального моста на Камгэсу, у Мотовилихинского пруда и пляж в поселке Новые Леды. Пляж в Кировском районе в этом году официально закрыт. На набережной идут работы по благоустройству. При этом в городской администрации подчеркивают, что отдыхать у официально оборудованных водоемов можно, а вот купаться не рекомендуется. По данным синоптиков, 30-ти градусная жара в Прикамье начнет спадать к середине следующей недели. В Фермском театре оперы и балета готовят заключительную премьеру этого сезона. Уже на следующей неделе там дадут оперу по сочинению английского композитора Бенджамина Бриттона «Река Кёрлью». На одну из последних репетиций заглянула Анастасия Петухова. Музыканты облачаются в черные балахоны. Это опера-ритуал, не просто опера. Так провозгласил сам автор, английский композитор Бенджамин Бриттон. «Река Кёрлью» – заключительная премьера театрального сезона. Получается, для зрителя это красивый финал. А для режиссера – начало. Федор Федотов – самый молодой режиссер в истории Пермской оперы. Я очень много и смотрел, и читал. Но также я, как и любой художник, приношу что-то субъективное в то, что я делаю. Поэтому, начиная от Дэвида Линча, заканчивая японским театром. По сюжету, обезумевшая мать разыскивает потерянное дитя. Она переправляется через реку, когда узнает от паромщика печальную историю мальчика. Он все-таки погиб. Это сюжет спектакля «Сумидагава» японского театра «Но», который впечатлил Бенджамина Бриттона, и он написал оперу. Сумасшедшая роль досталась Сергею Власову и Сергею Кузьмину. В вокальном смысле роль написана очень интересно. Бриттон любил писать по определенным причинам для теноров. И дает максимальную возможность для какого-то личного выражения, психологического проживания. Тут сложность в чем, мне кажется, в том, что роль психологически напряженная и ломанная, а произведение написано на стыке разных стилистик, полистилистика. То есть мы имеем очень жесткую психологическую подоплеку для игры, но имеем классический вокал, который по большому счету мы не имеем права нарушать. Я считаю, мы не можем переходить на драматическую игру или какие-то другие краски. Это все должно быть спето. Пять солистов, хор из восьми человек и инструментальный ансамбль из семи музыкантов. Это необычно для оперы. Еще одна особенность – ритм музыки. У нее нет границ. У нас здесь очень сложная работа с музыкальным временем. Дело в том, что музыка очень часто существует одновременно в разных пространствах. То есть если с чем-то сравнивать, то очень удобно это сравнить с кино, когда у нас есть возможность одновременно следить за какими-то разными вещами, которые могут быть совмещены посредством монтажа. А ведь идея очень простая. Людям нужно чудо. Художник Артем Микона прямо сейчас творит чудеса в костюмерном цехе. Я использую какие-то нестандартные материалы, как, например, древесный уголь. Много экспериментирую даже в процессе создания. И я убежден в том, что получится очень крутой результат. Больше никаких спойлеров. Серия премьерных показов начнется уже на следующей неделе. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». К другим темам. Прямо сейчас предоставлю слово своей коллеге Валерии Ермаковой. Она нашла новости из региона, которые, по ее усмотрению, могут вас заинтересовать. Лера, добрый вечер. Слушаем тебя. Добрый вечер. За первые шесть месяцев этого года в Прикамье из аварийных домов в новые места жительства переехали 2898 человек. Стоит отметить, что 1256 человек уже переселены досрочно. Расселено почти 42 тысячи квадратных метров жилья. Хорошие показатели по расселению набрали сразу несколько территорий. Александровский, Кунгурский, Кудымкарский, Краснокамский, муниципальные округа и город Пермь. По данным Краевого министерства строительства, за последние три с половиной года в комфортное жилищное помещение переехали почти 22 тысячи пермяков. До конца 2024 года планируется расселить еще более 18 тысяч человек. Переселение осуществляется в том числе и в новые дома. Прокуратура Кудымкара в судебном порядке просит больницу коми Пермятского округа устранить нарушения пожарной безопасности. Установлено, что с 2021 года по настоящее время на 19 объектах учреждения не устранено свыше 60 нарушений. Здание больницы не оборудовано системами оповещения. Ширина эвакуационных выходов дверей и лестничных маршей не соответствуют нормативам и другие нарушения, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровье пациентов и сотрудников больницы. В суд направлен иск об устранении всех нарушений. Сегодня вся страна впервые официально отмечает День семьи, любви и верности. По случаю этого праздника завтра, 9 июля, на набережной Камы в Краевой столице пройдет концерт. Для пермяков выступят танцевальные коллективы, музыкальные группы, будет организована семейная интерактивная программа. Начнется все с 12 дня на сцене нового амфитеатра и продлится аж до 9 вечера. На променаде можно будет принять участие в детских мастер-классах по прикладному творчеству. А с 12 дня до 5.30 вечера у детской площадки с детьми будут играть веселые аниматоры. Это были новости региона, а я напоминаю, что мы можем рассказать и о ваших новостях со всех уголков нашего края. Присылайте их вместе с фотографиями и видеозаписями на указанный на экране номер через мессенджеры Viber или Telegram. Поделитесь со всем Пермским краем. На этом у меня все. Существует ли она идеальная семья? Каждый представляет ее согласно своему жизненному опыту и детским мечтам, которые приводят нас к желанию иметь семью без недостатков, надежно защищающую от невзгод внешнего мира. Сегодня в России отмечается День любви, семьи и верности. Анастасия Петухова поразмышляла на данную тему и нашла идеальный семейный очаг. Рита, Рита, зарядку делаю. Давно не делала. Зарядка от стражи порядка. Так начинается доброе утро в семье Климовских. Маргарита и Виталий работники культуры по образованию. Но оба пошли работать в полицию. Там и познакомились. Был конкурс у нас на работе, что-то битвы хоров, что-то типа того. И Виталий выступал в ансамбле от своего подразделения. А я была у них наставником. Я сейчас заплачу. Маргарита – методист культурного центра Главного управления МВД России по Пермскому краю. Уверена, что ее работа самая красивая. Виталий пришел в органы внутренних дел еще в 2009 году, когда полиция называлась милиция. Его служба и опасна, и трудна. В 2013 году я задержал особо опасного преступника. Он, выйдя из тюрьмы, совершил очень много преступлений. Буквально за очень короткий период времени, за месяц или за два. Были и убийства, и грабежи, и кражи. И вся полиция тогда его искала. И вот мне посчастливилось его задержать. Не просто посчастливилось. Патрульно-постовая служба – это люди, которые находятся на передовой. И от их работы многое зависит. Естественно, у меня приметы были в голове. Они у меня все время прокручивались. Я их сам прокручивал, повторял про себя. А у него на руке, на правой руке была очень броская примета. Это голова кота в цилиндре, а в лапах у него трость. Конечно, у Виталика подразделение такое, они действительно, это патрульно-постовая служба. Они на улицах находятся. И самые первые реагируют на какие-то вот сиюминутные, да, вот эти происшествия. На все. Ну вот мы когда даже познакомились, я честно, вот как бы, ну искренне скажу, несмотря на то, что да, это сейчас мой муж, эти ребята, вот именно это подразделение, они отличаются какой-то особой, не знаю, оптимистичностью. Они больше всегда шутили. Это вот прямо вот самые жизнелюбивые какие-то сотрудники. Ну вот это прямо правда. Я ППС вообще обожала. Они все делают вместе. Даже звания получают в одно и то же время. Я стояла в центре профподготовки, и у меня звонит телефон, звонит Виталик. Я беру трубку, алло, он мне говорит, ну что, младший лейтенант, поздравляю тебя. Я говорю, ты-то откуда знаешь? Он говорит, ну так мы с тобой в одном приказе. И вот мы с ним все вот идем вместе. Одна звездочка, потом две звездочки, потом три звездочки. Все вот получаем одновременно. В день семьи, любви и верности кто-то из них всегда на работе. Вот и сейчас Маргарита уехала в командировку, а Виталий остался с дочкой. Зато есть нерушимая традиция – встречать день рождения семьи. 27 июля у них будет льняная свадьба. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». На этом пока все новости. Я Максим Суханов. На этом с вами не прощаюсь. Сразу после выпуска смотрите программу «Эх, дороги». Спасибо, что вы с нами. До встречи. Будьте здоровы и не переключайтесь. Продолжение следует...